Объявляется минута молчания. Минута молчания и возложение у памятника воинам-дорожникам. Для Василия Гришанкова, несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей, особая миссия. Во время войны он был ребенком. Хорошо помнит бомбежки и долгожданную новость о победе. 9 мая я шел в школу. У нас телефонов в деревне не было, только в сельском совете. И вдруг по пути в школу идут навстречу другие ученики и говорят «Победа!». И вот развернулись домой и говорят «Все». 55 лет своей жизни он отдал работе на дорожной службе. Эти люди, как и отражено на монументе, из осколков собирали разрушенные пути. При сложных условиях обеспечивали подвоз техники, вооружение личного состава фронту. Военные дорожники не только обеспечивали эту победу, но и своим трудом добивались восстановления тех автомобильных дорог, мостов и прочих коммуникаций, которые оставались на освобожденных территориях. Сегодня автомобильные дороги России – это полтора миллиона километров. На всей их протяженности дорожники восстанавливают и следят за историческими памятниками. Мы два года назад открыли большой памятник на трассе М-11. Это из новых памятников. Вообще же, у дорожников, знаете, есть такое хорошее обязательство, что все памятники, которые находятся рядом с дорогами, мы везде наводим там порядок, обихаживаем. В том числе, вот в новых субъектах Российской Федерации. Слава Богу, что там очень много памятников сохранилось. На передовой дорожники находятся и сегодня. Они принимают активное участие в восстановлении дорожной инфраструктуры в новых субъектах России. Только в прошлом году там было сделано 594 километра и 19 мостов. В этом году задачи еще более амбициозные. И за всем этим стоят люди. Лучших из них наградили медалями Минобороны РФ за отличия, проявленные в ходе СВО. Всех участников и гостей ждал праздничный концерт и полевая солдатская каша.